Здравствуйте, уважаемые слушатели канала Аврора. Сегодня мы добрались уже до рождения ребёнка, и у нас есть возможность немножко об этом поговорить. Дело в том, что вообще человеческий онтогенез – это очень хитрая штука. Дело в том, что ребёнок должен за те 9 месяцев, которые мы хорошо знаем, созреть, его мозг созреть, и самое главное – жизнеобеспеченность, которая даст ему возможность в дальнейшем работать, должна созреть через 9 месяцев и приготовить его хоть к какой-то самостоятельной жизни. На самом деле, у всех высших приматов и у человека антогенез как бы вынесен за рамки внутриутробного развития. Он продолжается очень долго. Никакого сравнения, например, с копытными. То есть, наши детёныши не могут практически питаться, не могут себя обслуживать, не могут стоять на ногах ещё долгое-долгое время. Именно с этим связана вот эта вот система заботы о потомстве, которая, как я уже неоднократно говорил, ещё мы будем об этом говорить, лежит в основе эволюции мозга человека. То есть, тех самых ассоциативных лобных областей, которые заставляют нас делиться как своими потомками пищи, так и с неродственными особами. То есть, вот этот процесс длительный-длительный, длительного-длительного развития мозга, он и лёг в основу эволюции. Об этом будет отдельный разговор. А сейчас, что происходит в момент рождения? Ну, во-первых, очень интересная закономерность, кроме выноса антогенеза. Много существует иллюзий о женщинах. Ну, например, считает, что много рожавшие женщины, у них такие потомки, это как бы получше. Ничего подобного. Исследование в нескольких странах показало, что много рожавшие женщины, если они рождали, мелкое потомство такое, оно мелкое и будет. Существует ещё одна иллюзия о том, что вот женщины должны быть достойных, весомых достоинств, покрытые диким волосом, как обезьяны. И, мол, где это даёт преимущество? Да, это даёт преимущество в поисках самца. Длинные ножки, шкура наружу, я имею в виду шуба, и прочие всякие штучки, которые позволяют вызвать возбуждение, и так сказать, изловить самца для размножения. А на самом деле, как показывают массовые исследования, большие и достаточно полные женщины обычно рождают детей поменьше и не очень зрелых. То есть, оказывается, что прямой связи резерва организма матери и на размер потомства не влияет. Хотя долгое время было убеждение в обратном, что вот женщины такие могучего телосложения, они могут родить соответствующего киндера. Ничего подобного. Как раз наоборот. То есть, худенькая, дохленькая, но при этом может появиться большой, вполне полноценный и более, скажем так, зрелый потомок, чем у полной. Вот мозг на самом деле у нас и определяет размер тела ребёнка, потому что мозг у нас при рождении примерно имеет массу около 350 грамм. Это одна пятая, одна десятая от массы тела, потому что тело должно обеспечить жизнеспособность этого самого мозга. И надо сказать, что в первый год, к концу первого, начала второго года развития мозг увеличивается в три раза. То есть, он достигает там 950-1050 грамм в среднем, так сказать, статистическое данное. То есть, увеличивается в три раза. При этом много происходит интересных событий. Но одно из них, это, например, долгое время считалось, что там нейроны пролиферируют. Нет, это не совсем так. Там есть следовая остаточная пролиферация, открытая ещё у грызунов впервые, у вечно растущих животных, как змеи и акулы. У человека следы этих процессов есть, они сохраняются несколько месяцев. А в некоторых структурах и несколько лет. Но они создают доли процента дополнительных нейронов, которые никак на мозг, на его массу, размер и его функции не влияют. То есть, к сожалению, в данном случае, так сказать, детерминация от родителей играет большую роль, чем то, что будет происходить после рождения. Но еда и социальная среда играют большую роль. Хорошо известны специальные исследования азиатских и юаровских педиатров, которые анализировали состояние детей, которые развивались у матерей, испытывавших известной степени голодания или ограниченность в ресурсах. Оказалось, что да, действительно, на мозг влияет условие. То есть, женщин надо кормить, потому что, как вы понимаете, мозг внутриутробно требует большого количества белков, липидов, углеводов. А уж после рождения, когда он за год увеличивается в три раза, нужно гигантское количество именно белковой пищи. Почему? Да потому что отростки нейронов, да и сами дендриты, за счёт которых увеличивается размер мозга, они требуют большого количества белка и липидов, потому что из них строится мембрана клеток. И если их не будет, строить будет не из чего. Поэтому нужно очень тщательно подходить к питанию матерей и давать им, самое главное, разнообразное и достаточное количество пищи. Ну, в противном случае, там у них начинают ещё при внутриутробном развитии сыпаться зубы и прочее. То есть, здесь надо сказать, что ребёнок вообще развивается по совершенно иному принципу, чем нам кажется. Если для нас основной источник энергии для головного мозга и для мускулатуры – это глюкоза, то в плодном периоде развития, ну, в эмбриональном и в плодном, у ребёнка действуют другие метаболические пути. И даже после рождения они сохраняются. В чём же дело? Это так называемые кетоновые тела, за счёт которых идёт энергетический обмен в организме как плода, так и новорожденного. И это совсем другой механизм. Если кому интересно, можете во всех учебниках это написано, почитать и познакомиться. Что такое кетоновые тела и откуда там берётся энергия. То есть, это не глюкозный путь. И как раз при… Если ребёнку повезло, он родился, остался жив и прочее, прочее, то он как раз идёт постепенная замена метаболизма кетоновых тел на глюкозу. При этом, что самое интересное, даже в мозге эта замена происходит дифференциально. То есть, что самое главное для новорожденного? Ну, понятно, что это нужно удержаться на мамке и найти источник корма, то есть, унюхать. Поэтому, что у них хорошо развито при рождении? Вот эти вот самые хватательные мышечные рефлексы, простейшие самые. И хорошо развито обоняние. Грудь-то надо найти. И с этим связано много всяких замечательных историй о том, как высоко цивилизованные американские фирмы пытались, значит, и в Европе они это пытались, как можно больше продать своего там мыла, средств для очистки стерилизации груди. И когда наивные молодые мамаши стали слушать всю эту глупость и стали протирать перед кормлением, стерилизовать соски, потому что это же так важно, дети будут совершенно здоровы, что странное представление о здоровье. А дети отказывались эту грудь сосать. В чём дело-то? И только потом, спустя много времени, их переводили на искусственное питание, что, как вы знаете, для фирм-производителей искусственного питания очень выгодно. Это огромный бизнес, сравнимый с фармацевтической промышленностью. Долго старались не разбираться. Потом разобрались, в конце концов, казалось, что ребёнок запоминает запах, как раз за счёт развитой обонятельной системы груди матери, и без него, если там какая-то химия мерзкая, стерилизатор, он не хочет эту грудь использовать. То есть, таким образом, вот обоняние и моторные фиксации являются ключевыми в самом начале. Ну, конечно, для этого должно быть биться сердце, должны работать лёгкие, это всё понятно. То есть, и таким образом, замена кетоновых тел в головном мозге ребёнка как раз и начинается с моторных областей, которые позволяют управлять руками, ногами, и с обонятельных центров. Именно там, в первую очередь, меняется энергетический обмен, связанный с кетоновыми телами, на глюкозу. То есть, там начинает, в первую очередь, происходить вот это замещение. И так постепенно, потом органы чувств включаются, то есть, те области мозга, где органы чувств ещё сидели на кетоновых телах, они переходят на глюкозу, а потом уже в самом конце, уже ассоциативные области. Они дифференцируются позже, да и пока ещё и не работают. Но вот замена у них на глюкозный обмен тоже происходит позже намного. При этом многие вещи, которые нам кажутся странными, они, так сказать, отражают процесс эволюции после рождения. Ну, приведу только один пример, который все любят. Там, африканцы, то есть, темнокожие, рождаются беленькими. Поэтому, когда вам в кино в американском же показывают какого-нибудь чёрного младенца, то он точно не только что родился. И рождаются белые, а потом темнеют. То есть, как... А вот монголоиды, они, да, сразу жёлтенькие. То есть, там отличие прям при рождении очень хорошо видно и можно отличить новорожденного. А здесь очень по косвенным признакам можно отличить. В этом отношении как бы люди очень близки, хотя и представляют собой довольно дальние ветви, которые влияют на эмбриогенез. Немножко разные. Мы с вами говорили о монгольском пятне и обо всём остальном. Надо сказать, что созревание мозга идёт очень медленно. То есть, ну, напомню о том, что оно окончательно завершается в 27-30 лет. И до этого времени идёт вначале очень быстро, а потом медленно-медленно. То есть, мозг, понимаете, в килограмм у двухлетнего ребёнка – это ещё не предел. У некоторых достигает почти двух. То есть, ещё процесс растягивается на многие-многие годы. Но из-за того, что ребёнок рождается, у него рабочими являются только те области, которые обеспечивают моторику и вот обоняние, там, минимальное количество сенсорных систем, он не готов к работе. То есть, на самом деле никаких следов памяти, никакими способами обнаружить у детей раньше 6-7 месяцев после рождения не удавалось. Учёным нигде в мире. То есть, потом появляются какие-то реакции, которые можно интерпретировать, как некоторую память. Но на самом деле это в основном физиологический рефлекс, который формируется уже после рождения. Реальная память возникает намного-намного позже. То есть, речь идёт о возрасте там в 7-8 лет. Хотя некоторые отрывочные воспоминания, очень ранние у детей есть, когда они связаны с огромным стрессом, с какими-то очень яркими событиями, которые повторяются многократно и таким образом поддерживаются в памяти. Системная память в этот момент практически отсутствует. Кстати говоря, там ещё есть много всяких других тонкостей, связанных с детьми и построенными эти предубеждениями, мистические представления. Дело в том, что у семидневных даже детей существуют все мимические фазы, которые отражают разные состояния. Это недовольство, удовольствие и прочее. И когда ребёнок спит, то все эти мимические фазы проходят. Дело в том, что у ребёнка всего работает примерно десяток лицевых мышц, которые и определяют эти мимические фразы. Эти фазы мимические – это на самом деле спорадическая реакция последовательности нейронов, которые приводят в действие эту мускулатуру. То есть, он даже когда спит, у него на лице проходят эти мимические фазы. То есть, это как тренировка для высказывания некоторой связи с миром. То есть, это так называемое невербальное общение, которое, естественно, развивается очень рано. И вот эти мимические фазы, они унаследованы нами от обезьян. И ещё Дарвин в своих работах рассказывал о том, что вот смотрите-ка мимику обезьян. Так вот, эта же мимика есть отлично, присутствует у новорожденных детей. Потому что именно в это время ничего, кроме невербальной коммуникации, нет. Можно орать или кривляться, значит, строить рожицы. Вот по этой причине других средств коммуникации нет. Ну и они и те являются врождёнными. То есть, это как бы алгоритмы мимических фаз, которые он использует для общения. Поэтому не надо драматизировать, что он вдруг осознал любовь бабушки и дедушки и сконстролил вот такую вот физиономортию. Это слишком. Вот ничего такого нет, потому что все эти мимические фазы идут не от осознания, а от физиологических потребностей, которые надо справлять. Больше, собственно говоря, ничего. При этом очень интересно, как развивается зрение. Мне очень часто задают эти вопросы и говорят, ну вот как же зрение? Вот он видит, вот смотрите, бабушка прыгает с бубенцами около него, и он на них реагирует, когда бабушка там как-то особенно к нему по-хитрому подбирается. Значит, дело в том, что монокулярное, то есть, одного глаза поле зрения у ребёнка после месяца от рождения, 30-дневное, составляет всего 20 градусов. Бабушка должна так ловко скакать, чтобы попасть в поле зрения. Но вот при этом, что самое интересное, что у них дихромизм, то есть, они ещё полноцветно не видят ничего. Полноцвет возникает намного позднее. К тому же мы и во взрослом состоянии неважнецки видим. У нас же полное поле зрения. Это серенькое, потом синенькое, потом зелёненькое, центр 60% красненького. А всё остальное мы с вами дорисовываем. То есть, сетчатка, она не вся полноценно, цветочувствительна. А это наше с вами богатое воображение. То есть, наш личный опыт дорисовывания окружающего мира уже в голове. Вот у детей, поскольку ещё опыта никакого нет, угол зрения через месяц после рождения 20 градусов, плюс проблемы с светом. То есть, поэтому вот эти цветные бубенцы, там всякие игрушечки яркие, сочные такие, это для бабушек. Для детей это бесполезно, они их просто не видят. Ну, бабушкам нравится, там и дедушкам. Им кажется, что это украшает жизнь. Но это их жизнь украшает, ребёнка не очень. Значит, через два месяца этот угол расширяется в два раза, становится монокулярным для каждого глаза по 40 градусов. Через три месяца 60 и через четыре месяца 80. Ну, у взрослого человека, напомню, это примерно 90-115 градусов. Ну, это зависит от того, что глаза сидят поглубже, у кого-то торчат на стебельках. Как выпучился, так с ними и живёт. А окончательно дифференцировка наступает очень поздно. Даже зрительной системы такого важного ведущего органа афферентации человека. Почему? Потому что от глаза, то есть от ганглиозных клеток сетчатки, в мозг приходит чрезвительный нерв и попадает в так называемое латеральное коленчатое тело, то есть в подкорковую структуру. Примерно половина волокон с одной стороны, половина с другой стороны. Это хорошо известная вещь. То есть мы видим на самом деле половинками. То есть в левую часть приходят правые половинки, например, с правых половинок глаза, а в левое коленчатое тело с правых. То есть таким образом у нас в каждом полушарии на затылке находится представительство только двух половинок, но одинаковых, с каждого глаза. Мы сравниваем расстояние между этими за счёт базы между глазами. И вот эта дельта позволяет нам определять расстояние. Вот это очень медленно всё развивается. И вот в латеральном коленчатом теле более-менее окончательная дифференцировка наступает в 5-7 лет. До этого со зрением существуют очень большие проблемы. Просто не в том смысле, что ребёнок не понимает, чего видит. Он толком не видит, не может осознать, что он видит. Даже не об этом. Речь идёт о самом механизме зрительной рецепции. Так что со зрением торопиться не надо. Пытаться сделать из них там Рерихов в 3 года до того, коленчатые тела созрили. Или там Микеланджело, который будет создавать скульптуру. Довольно смешно, потому что субстрата для этого дела абсолютно нет. Надо сказать, что и другие рецепторные системы, даже такие важные, как пусовые, они развиваются медленно. То есть, реальное какое-то развлечение достоверное начинается, ну, хотя бы на какую-то неприятность. На соль. Это после двух месяцев. А более-менее, так сказать, дифференциальная реакция после четырёх. Поэтому говорить о том, что ребёнок сразу после рождения там оказывается суперинтеллектуальным и прочего, значит, к сожалению, нет. Действительно, дети в раннем развитии мало чего запоминают. В основном ничего. Они плохо слышат, плохо видят, плохо обоняют, плохо осязают. Но есть тонкость во всём этом. Дело в том, что когда ребёнок живёт в разнообразной среде, то у него есть шанс быть поинтеллектуальнее. В чём дело? Богатая среда вызывает необходимость образовывать новые связи, запоминать эту самую среду. Ну и что получается? Получается так, что чем богаче среда, то есть, чем многообразнее ребёнок, даже не осознавая того, что происходит, видит вокруг себя, не осознавая предметов, объектов и прочей информации. Тем не менее, нейроны, то есть, сенсорный вход необходим для того, чтобы развивалось максимальное количество нейронов, имеется в виду связей из каждого из нейронов, и запоминалась эта информация. Она нужна не для того, чтобы он думал потом об этом, она всё забудет, но она нужна для того, чтобы образовывались новые системы связи. Но это проверено было на разных животных, и на грызунах, и даже на таких уж совсем, на моллюсках, на аплизиях, пожалуйста, там небольшое количество нейронов, и поэтому их можно сосчитать. Понимаете, в таких во всех работах самая главная достоверность эксперимента, которая часто не выдерживает никакой критики. Вот у аплизи всё было просто. Их там помещают в контейнер с морской водой, значит, там в аквариум, белый абсолютно, они там елозят, ну, их кормят, всё нормально. И других помещают в такой же контейнер, у которых большое количество разнообразного субстрата, то есть, там стены меняют свой цвет, поверхность, по которой они ползают, очень неравномерно, то есть, богатая ситуация. Иначе говоря, это для аплизии примерно то же самое, что вы там ребёночка в третяковку сводите в маленьком возрасте, или ещё как-то таким образом будете развивать. И посчитав число просто синаптических связей между отдельными нейронами и аплизией, из бедной среды и из богатой, оказалось, что у аплизии, выросших в богатой среде, таких связей больше. То есть, потенциал мозга будет больше. Поэтому, конечно, нужно заботиться о детях и стараться, чтобы они развивались в обогащённой среде, а не просто так, как получится. Чем богаче среда, чем больше связи, тем в потенциале лучше мышление, лучше сообразительность. Дело в том, что даже соматическая чувствительность, уж такая консервативная вещь, как чувствительность, она у новорожденного не очень хороша. Только через 7-9 дней после рождения она начинает совершенствоваться. То есть, нужен всё время сенсорный вход для того, чтобы сформировали структуру мозга. Он говорил о том, поэтому они там и пытаются дышать внутри у трубы матери, совершают дефекацию, и много всего чего вытворяют, потому что иначе эта система не будет отработана к рождению. То же самое после рождения. Все органы чувств, моторные системы и физиологически разные отправления их организма, они совершенствуются именно для того, чтобы формировались структурные надстройки в мозге. То есть, в этот-то момент всё и происходит. Поэтому детей надо на них обращать внимание и заботиться о них, иначе вырастет то, что вырастает чаще всего всегда. Заботьтесь о них. Мы продолжим в следующий раз, а сейчас переходим к новостям. Новости у нас головокружительные. Особенно про детей. Просто диво-дивное, что творится в научном мире. Просто это такое впечатление, что кто-то подписал контракт с какими-то юмористическими передачами. Или нашими, или западными. Ну вот журнал Science Advances сообщил человечеству, что оказывается, аутизм сопровожается желудочно-кишечными расстройствами. Но это известный факт. Действительно, очень много детей, страдающих этим неприятным заболеванием, действительно страдают желудочно-кишечными расстройствами, трактных желудочно-кишечных. Ну и что же предложили в США, значит, лечить? Что предложили, как решить эту проблему? Они почему-то, это полная загадка, это какие-то ноу-хау, буквально, они решили, что через кишечник можно добраться до мозга. Ну, уже такие истории были. В своё время гениальные западные учёные решили, что через желудочно-кишечный тракт можно учить студентов. Для этого они провели эксперимент на планариях. Брали планарию, обучали её поворачивать в Т-образном лабиринте в нужное место, где там сыро и жвачно, и бежать оттуда, где электричеством бьют. Вот таких учёных планарий разрезали на мелкие кусочки и скармливали неучёных. И в девяти экспериментах показали, что те, кто съел учёную планарию, может спокойно и не учиться. Этого достаточно, чтобы научиться поворачивать лабиринте в нужном направлении. Это гениальное западное исследование, которое я просто обожаю, поскольку это говорит о том, что первые девять экспериментов это пять. Это твёрдая пятёрка в дневник, потому что таким же фокусником был только Фрейд, у которого было девять больных, он создал гениальную теорию. Ну, с точки зрения, кто её продаёт, конечно, не с моей. Второе. Люди имели настолько низкий уровень образования, это 60-е годы, когда ещё там всё процветало, что не понимали, что нервная система, состоящая из ганглиев, растворится в желудочно-кишечном тракте до маленьких элементов, которые не являются носителем соответствующей информации, а научений поворотить. Ну, это прекрасная работа, она обошла все журналы и предлагали сожрать всех профессоров и успокоиться наконец-то. Но, к счастью, исследования не подтвердились. Так вот, эти замечательные естествоиспытатели исследовали 79 детей с аутизмом, разделили их на две группы, примерно равные, и показали, что расстройства аутистического спектра могут быть излечены. И как же вы думаете? Да. Методом трансплантации фекалий от взрослых здоровых людей. Понятно? То есть, у них нет представления о том, что происходит в желудочно-кишечном тракте. Они очень плохо понимают, что такое гематоэнцефалический барьер, и уж тем более не представляют, что такое расстройство аутистического спектра. То есть, так что, господа, я думаю, что во многих странах, во многих государственных учреждениях надо ставить прям такие дозаторы, чтобы фекалиями взрослых людей лечить тех, кто испытывает интеллектуальные затруднения. Потому что в результате работы было показано, что масса достижений возникает именно после таких, простите, способов лечения. То есть, как видите, наука процветает. Будьте осторожны с детским питанием. Еще есть одна замечательная работа, не менее вещеренькая, которая тоже делает честь самой лучшей цивилизованной науки. Это Калифорнийский университет в Сан-Франциско Сюзанна Рози, профессор, ну, по-нашему кандидат наук, показывает, что они нашли препарат новейший. И СРИ-Би вот такой устраняет старение мозга, причем с нескольких приемов. То есть, главное не передозировать, можно впасть в детство. Так вот, это самая Сюзанна Рози, или по-ихнему профессор, говорит, что это замечательный препарат, причем примитивный, ну, типа, там, настойки бояршника примерно. Он препятствует снижению памяти и повышает умственную гибкость у мышей. Дорого хочется дать, чтобы понять, как же они достоверно определили увеличение гибкости у мышей. Это просто сказка. И более того, восстановление функции они гарантируют при черепно-мозговой травме. То есть, препарат должен, по-видимому, с точки зрения Сюзанна Рози, очень широко продаваться в мире для повышения гибкости мышления у мышей, значит, лечению черепно-мозговых травм, а также бороться с когнитивными нарушениями. При синдроме Дауна, как вы думаете, генетически известное заболевание, оно лечится введением белка. Интересно, куда? Если опять желудочно-кишечный тракт, то это вообще весело. Ну, допустим, что даже в мозг. Представляете, при этом он отлично влияет на восстановление функции при потере слуха и участвует в омоложении мозга. Так что, я думаю, что при массовом введении и СР и Би популяризатором науки мы получим Нобелевских лауреатов пренепременнейше. Раз уж у них будут когнитивные функции улучшаться, хотя бы так, как улучшаются при синдроме Дауна. Уж как, и на чём они проверяли, это загадка. Потому что только на мышах пока работали. Тем не менее, вот такая вещеленькая работа. И есть ещё одно весёлое дело, прежде чем ответить на вопрос, о котором я обязательно скажу. Потому что найден гениальными учёными из университета Южной Флориды специальная вакцина создана. Ну, сейчас же модно вакцины. Вот они тоже создали модную вакцину от болезни Альцгеймера. Вакцина так называемая дендритная, полученная из дендритных клеток. На всякий случай поясню. Значит, когда они сажают фибробластов, фибробластов, культуру тканей, у них образуются отростки, они их называют дендритными клетками. И фибробласты всегда вырастают в любой культуре, из любой ткани. Лучше всего. Значит, они их размалывают и делают из них вакцину. цель это борьба с нейротоксичными формами бета-амилоида. Ну, понятно, при Альцгеймере. То есть, и более того, они в статье на чистом английском языке пишут, что оказывается, их чудесная вакцина способна вызывать, просто цитирую, иммунный ответ против формирования амилоидных отложений. Это что? Внутри мозга начинается аутоиммунный ответ на формирование амилоидных отложений? Видимо, в первую очередь, эту замечательную сыворотку вместе с препаратом ESREB надо применить самим авторам, потому что уже были не совсем недавно замечательный эксперимент такого рода, вызвавший гибель пациентов от воспаления мозга. Но это ничему и никого не учит. Но сейчас мы с вами давайте попробуем ответить на несколько вопросов. Они тоже завлекательные до крайности. Если удастся, я постараюсь ответить на всё, что приходило. Смотрим. Значит, здесь был первый вопрос, который я заметил. Беломор со звездой Победы. Меня зовут Сергей. Вопрос. Почему ранее отработанные до автоматизма движения иногда получаются неуверенно и криво, как у новичка? Я, как он, в хорошей форме, не после перерыва. Объясняю. Значит, вы подумайте, чем вы занимались в процессе отсутствия перерыва. То есть, вы ещё что-то делали. И если вы делали что-то такое, что привлекает нейроны, участвующие в этом устойчивом навыке и делали достаточно регулярно или интенсивно, то эти нейроны образовали новые связи. И тогда автоматически ваши движения вдруг сбиваются. Это значит, эти нейроны выучили ещё что-то. Вот что это к вам вопрос? Чем вы там умудрились позаниматься так интенсивно, что нейроны утратили ту простейшую функцию, на которой они сидели много лет? И расширили свои возможности. То есть, ничего плохого нет, это надо пережить один раз и всё восстановится, потому что длительная тренировка нейрона определённым типом сохраняется очень надолго. Ничего страшного нет. Это значит, что нейрон ваш расширил свои функции, чему-то научился. Ничего страшного. После нестерпимых физических и моральных страданий пережил психоз слуховыми бонятельными галлюцинациям. У меня точно есть неврологические склонения любого, замучить, замучить можно любого, особенно если с подходцем, особенно если вы знаете хорошо, как его мучить в уязвимые места, если он специально изучен, можно замучить любого. Но людей сверхадекватных очень мало. Поэтому, когда вас замучили, вы слишком серьёзно воспринимали этот мир и свою жизнь. Не надо так серьёзно к нему относиться. неврологической лаконии у вас быстрее всего нет. Но некоторая психическая травма, как любят говорить психологи, наверняка есть. Попробуйте на длительное, ну, на относительно длительное время, сопоставимое с вашими мучениями, сменить образ жизни. Жениться на соседке, уехать в Рио-де-Жанейро, ещё что-то в таком роде. То есть, испытать сильные эмоциональные потрясения, которые выведут у вас нормальное состояние. Как правило, даже после таких галлюцинаций, если человека до этого довели каким-то способом, восстановление вполне возможно. В одной из передач про космос вы говорили, что наука не знает, как действует жёсткое космическое излучение на организм живых существ. Нет, наука кое-чего знает. Речь идёт просто о том, что у нас все эти космонавты и астронавты и токонавты, которые порхают вокруг Земли, они летают под защитой на самом деле электромагнитной оболочки Земли. И дальние перелёты за пределы этой оболочки при дальних перелётах, они попадают под излучение совершенно другого рода, вне защиты Земли. И как там себя будут вести человеческий организм, мы не знаем. Мои жалкие попытки организовать экспериментальные полёты на больших орбитах, которые бы позволяли животным выйти из защитного поля Земли, испытать на себе все эти прелести, ни к чему не привели. Вы знаете, биологические спутники уже много-много лет в нашей стране никуда не летают. Я думаю, летать не будут. Поэтому мы не знаем, что там произойдёт. Поэтому подготовка этих лунных проектов дело хорошее. Безусловно, надо работать. Но какая там система должна быть защиты, мы не знаем. Как долго можно болтаться в космосе вне защиты поля Земли, тоже не знаем. Большой вопрос. Это надо исследовать, и на это надо деньги тратить. не на постройку сомнительных конструкций, а на реальные исследования для решения ближайших задач. Вы рассказывали про проблемы циркуляции жидкости через головной мозг вследствие старения и зарастания каналов выхода, несущих туйки попыток операционного вмешательства лечения. Нет, там проблема не с каналами выхода. У нас с каналами выхода всё хорошо. Эти каналы выхода это предмет хохм у антропологов, потому что у нас есть похитоновая грануляция, располагающаяся где-то вот здесь, значит, мозговых оболочий из которых идёт отток жидкости, который проходит через мозг, имеется в виду спинномозговая. Они, надо сказать, что там в этом месте такие ямки, своеобразные давления, некоторые клоуны считают это вообще патологией, это норм. Это нормальная зона оттока, но не в них дело, с ними-то всё как раз хорошо. Проблема с сосудами, туда кровь плохо попадает. Если вы мозгами не пользуетесь, вот в этом большая трагедия. Я говорил и повторю и буду повторять миллион раз, потому что это главнейшая особенность нашего мозга. Убить нейрон очень сложно, он очень крепкий, парень. А вот перестать его кормить так, чтобы он издох с голодухи, можно запросто? Ну, водочки попить фальсифицированные, ещё какой-нибудь гадости, чтобы сосуды сжались. А в норме у нас, даже когда мы не думаем или думаем эпизодически, каждая область, небольшая в 100 микрон, снабнажена примерно пятью капиллярами. Пять их пять. Но работает только один, то есть, в том смысле работает, что через него могут пролезть эритроциты. Остальные проницаемы для плазмы крови, но не проницаемы для эритроцитов. Это ресурс. Когда вы не дай бог начинаете о чём-то задумываться, эти сосуды становятся проницаемыми для эритроцитов и начинается интенсивный обмен. Вот именно так быстро повышается огромное, в огромной области мозга кровоток в несколько раз. Он может увеличиться реально в пять раз. Очень быстро. При решении той или иной биологической или социальной задачи. Но если вы не пользуетесь головой, пользуетесь только для украшения, шляпку с пером напяливаете или ещё чего, волосики разглаживаете или красите, то в этом случае при неиспользовании постепенно, а учитывая спазмы сосудов падения кровяного давления, всякие болезни, отравления и прочее, часть из этих капилляров окклюзирует, то есть закрывается. И через них уже ничего, ни плазма крови, ни эритроцитов плазмы крови ничего не проходит. Вот это и есть самое страшное изменение в головном мозге. Вы никак их не восстановите. Новые сосуды не вырастут в том же количестве и в том же месте. Да, там идёт ангиогенез слабенький, но вы не компенсируете это никогда. Поэтому я всё время призываю с молодости пытайтесь пользоваться головой, думать ей, хоть иногда, чтобы кровь циркулировала, иначе же там действительно останется одна кость. Я приводил многократно примеры с теми же самыми извозчиками. Не пользовался человек головой вообще, там у капилляров в 10 раз меньше, чем у профессора. Пользуйтесь головой, тогда вы сохраните здравомыслие, а заодно и потенцию. Может быть, пригодится, но там для разных удовольствий. Так, поэтому не отток, а приток является проблемой. если предел хайфлика получается у растений нет вегетативного размножения. Почему? У растений есть вегетативное размножение, просто у них хайфлик длинный, там 90 циклов, а не 50, как у нас. И поэтому на жизнь Мичулина хватило. То есть, он не дожил, пока его все сорта выродились. А сейчас их уже нет, обращая внимание. Мичуринские достижения, это остались базовые сорта, те самые, из которых он все это делал. Все, все вымерло. Это говорит о вегетативе, то, что вегетативное размножение есть, но оно не вечно. То есть, для того, чтобы вводить новые сорта, надо пользоваться в том числе молекулярно-генетическими методами, чтобы получать устойчивые, надежные, воспроизводимые сорта навсегда. А вот это вегетативные все фокусы, ну, это на одну жизнь. Поэтому, к этому надо подходить к осторожности, с осторожным. Как можно восстановить нервы после перенесенного сильного длительного стресса? Какую хорошую литературу можно почитать по этой теме? Как говорили врачи, я сегодня с утра специально читал 1818 года книжку о том, как выхаживать новорожденных. Надеялся, что у нас будет больше времени, я вас порадую. Но там шесть страниц только реанимации. 1818 год Александр Сергеевич был как раз в расцвете. Так вот, там тоже много чего про восстановление нервов, значит, как в те времена как раз рекомендовали, вы знаете, хорошее путешествие в хорошей компании, здоровая пища и интересное времяпровождение. Я думаю, что это лучше всего влияет на нервную систему. Ну, и занятие, которое будет приносить вам удовольствие. Так что, да, действительно, рыбалка, грибы, ягоды и прочее, это всё прекрасные вещи, если есть на что этим заниматься. Здесь важный момент, нужно же ещё что-то и одними ягодами питаться не будешь. На этом, уважаемые господа, наше время сегодня ограниченное, закончено, и мы встретимся с вами в следующий раз, но вопрос, на который не ответил, попробую в следующий раз ответить. До свидания. До свидания.